Приветствую, Евгений, приветствую. Мы уже заждались. Добрый вечер, добрый вечер. Я рад нашей встрече. Я надеюсь, это будет не последний, не последний раз. — Естественно. Уже заждались, потому что там участники школы писали, будет ли продолжение. Ну вот я очень рад еще раз приветствовать. В первую очередь спросить, как погода там в Харькове. — Ну сейчас дождик, ну теплый дождик, уже стало благополучно, уже холода отошли, можно ходить в рубашечке, все в порядке. — Понятно. Ну вот тогда поехали. Пусть все смотрят, пишут комменты, делятся в своих группах. Это, оказывается, очень важно сказать, потому что наша школа же должна увеличиваться, чтобы больше людей знали, чтобы в своих группах все делились. — Закидывали знакомым блогерам и незнакомым блогерам. И артистам известным, и министрам. Всем закидывали в их сайты, чаты. — Ну кто не прочитает, кто занят и не обращает внимания, но зато их читать фильмы прочитают. Поэтому таким образом мы можем расширять наше взаимодействие. — И все будут смотреть, и учиться, и артисты, и не артисты, и таксисты, и министры. — Да, Жень, какой сегодня у нас будет ключевой такой момент обсуждения? — Ну, мы предлагали в прошлый раз поговорить о экстатических состояниях, но только, опять же, без мистики, без какой-то чернухи. Вот для музыканта… — Мы ее терпеть не можем, мы ее терпеть не можем. Сейчас крючок зайдет и подумает, что мы только этим занимаемся. Наоборот. — Вы терпите, Боже, эзотериков, этих всех магнетизеров, этих… Наоборот, по науке, потому что ты со студентами работаешь у себя, это очень важный момент, что мы на самом деле, чтобы своему ребенку пожелали, то мы вам и желаем. Вот же в чем дело. Да, так что вот, будьте внимательнее. И так экстатически. — Ну, то есть, я закончу мысль. Для артиста вот эти экстазы — это, во-первых, часть профессии. Нужно искать вдохновение. Да, если нет вдохновения, то, ну, может быть, нужно бросать вообще это все дело. Или хотя бы иногда бывало. Это первое. А второе, что хочется… Ну, время от времени, когда это накатывает, и, как говорят мои студенты, штырит, знаете, когда накатывает, то потом это всю жизнь помнишь. И уже, как говорится, готов много лет работать и добиваться какого-то мастерства, потому что помнишь, как было здорово, когда вот были вот такие особенные ощущения. Вот интересно спросить, как вы это видите, как вы относитесь, и какие механизмы вы видите в этом процессе. — Насчет экстаза. Я специально картину свою сюда поставил, потому что, когда художник рисует и входит в поток, поток — это состояние такое, когда ты уже ни о чем не думаешь. Вот надо еще… Вот такое ощущение возникает, о котором говорил Чинцкен Михаи в своих трудахопотоки. Любой человек может набрать в Ютубе, посмотреть Чинцкен Михаи, поток. И там есть. Это очень важный момент, потому что Евгений сейчас затронул ключевой момент. Почему люди, когда занимаются любимой деятельностью, они в какой-то момент чувствуют себя счастливыми, потому что там возникает на самом деле такое чувство экстаза. Ну, экстаз… Ну, давай мы определим вот сейчас. Вот как ты понимаешь это слово? Вот что это за ощущение какое? — Ну, смотрите, в рабочем смысле вот артист, выходя на сцену, должен перевоплотиться. Да, то есть шел Петр Петрович по улице, пришел в театр, одел там усы, бороду, и он уже выходит там, допустим, у Чехова там кто Лопахин или кто-то там, какой-то герой. То есть был Петр Петрович, и он куда-то делся. А после спектакля опять, значит, он снял усы, бороду. То есть иступление произошло Петра Петровича из себя, и какое-то время на сцене жил другой человек. Иступление, экстаз, выход из самого себя. Это такой, ну, рабочий механизм обязательный. Перевоплощение. Ну, понятно, что здесь сильных ощущений быть не может, но первоплощение — это обязательно. Если даже я не актер, но я пианист, допустим, я музыкант, я должен, играя Баха, ну, в каком-то смысле перевоплощаться. Ну, если не в его, то понимать образный строй его музыки. Это первый механизм. Второй механизм. Я так представляю, ну, артист любой знаком с вакхическими и дионистийскими состояниями. Ну, это часто связано с легким опьянением. Ну, вы же знаете, вакхизм и дионистизм не был связан с алкоголем, ну, с запойным пьянством, правильно? Вакх не был алкоголиком. Ну, просто Ницше сказал, что состояние экстаза в искусстве часто напоминает чем-то состояние легкого опьянения, когда, ну, говорится, мы ощущаем буйство жизни. Да, это второй механизм. Ну, и третий механизм, мы как-то с вами тоже однажды обсуждали, это, ну, вот, причастность к пустоте. Да, вот, в искусстве 20 века это «Черный квадрат» Малевича, это была такая книжка в нашем с вами молодости, альтист Данилов, помните, там главный, первая скрипка оркестра, любил так называемый тишизм. Вот, он так мастерски играл, чтобы не коснуться струн. Вот, значит, увидел в этом тишизме, ну, какое-то новое слово. Ну, это не новое слово, вы знаете, там выпускаются книжки без слов, да, просто белые листочки, да. У Кейджа есть произведение, там, четыре с лишним минуты пустоты. Выходит пианист, садится за инструмент, и четыре минуты с лишним он молчит. Потом, значит, аплодисменты, все очень довольны и так далее. Ну, может быть, это смешно, но, в общем, механизм пустотности, он тоже присутствует. Ну, вот это три механизма, которые я могу так назвать и говорить так, по-быстрому. Ну, а теперь ваша очередь. Ну, под экстазом обычно в бытовом смысле, вот, когда я первый раз услышал слово экстазом в своей жизни, еще подростком, ну, я как-то думал, ну, экстаза, это, наверное, иступление какое-то, ну, такое состояние, действительно, когда тебе, ну, ты горишь чем-то, вот такое состояние, очень оргазм упоминает, экстазом, оргазм. Пароксизм. Пароксизм. Ну, на самом деле механизмы там одинаковые, эндокринные, эндокринные механизмы, потому что, когда человек вживается в роль, и когда он вошел в роль, вот я обратил внимание, что даже маленькие роли, которые совпали с характером, конституцией, личностью самого актера, они становятся великими. А когда они не совпадают с ним, то есть нет синхронизации, и войти в роль трудно. Приходится себя ломать, там, долго к ней на этой роли настраиваться, применять какие-то техники. А когда актер действительно попал в роль, ну, вот этот момент перехода, быстрее войти в роль, быстрее перевоплотиться, чтобы когда ты там в этом буйстве внутреннего счастья находишься, исполняя свою деятельность профессиональную, чтобы народ нравился, чтобы всем было хорошо, и они в этот момент забываются, и они тоже переживают на то и себя это состояние. Это же есть момент эмпатии, сопереживания на одной волне, и они потом выходят из театра или из кино, они какие-то бывают такие немножко задумчивые, потому что они подняли вот это у себя, сопереживая вместе с актером, потом сбросилась у них, и они идут, и уже смотрят на жизнь по-другому. Поэтому нам же и нужно кино, театр, поэтому нам всегда это нужно от этой бытовщины, как говорил великий Пикассо. Искусство – это, как-то он говорил по-своему, но я не помню, искусство – это способ стряхивать пыль с этой самой рутинной. Потому что вот быт, мы все в этом быте, мы так в этом быте, нам так трудно, потому что мы устаем, у нас настроение портится, мы все время задействованы на решение каких-то бытовых задач, а человек по природе творец, ему хочется решать какие-то большие задачи, а вся энергия мозга уходит на выживание. И вот поэтому он идет в театр, он идет в кино, он смотрит на актера, он переживает его сам, герой в этот момент. Особенно, когда показ мод жизни ведет, они тоже, когда смотрят эти моды, они каким-то образом все переживают. Она же тоже актриса, которая ведет моды, показывает, то шляпки такой, то еще. И она, эта женщина, которая смотрит, она тоже чувствует себя героиней. Вот это, конечно, очень... А вот этот момент экстаза, о котором ты говоришь, очень важный момент, потому что ведь для того, чтобы так пианец вошел в свою игру, и забылся, и прямо перевоплотился, и чтобы музыка звучала и так далее, и здесь очень важно, чтобы он профессионалом был в этом деле. Потому что если он не знает, на какие ноты нажимать, то у него быстро из этого потока выскакивание происходит. Поэтому Чицкий Микаэй говорил, 10 лет надо учиться профессиональному мастерству, чтобы в потоке быть. Тогда, если композит, то музыка сама льется, ему остается только записывать ноты и так далее. И он чувствует смысл жизни, когда он занимается любимым делом. Ну, 10 лет надо. Но я хочу сказать, если перед тем, как человек занимается какой-то деятельностью, он снимет заранее зажимы, зажимы снимет, расхлепостится, сделает хлёвоз, сделает шалтай-болтай, сделает дрожание, дирижирование, какой прием ему подходит, где он быстрее залипает, где он психонизирует, то после этих упражнений он быстрее в роль ходит. И быстрее может получить то, что у Чинхэн Микаэй там 10 лет надо учиться, а мы используем внутренние уже истинктивные действия. Я тебя хочу спросить. Вот каждый актер у тебя, вот студент у тебя, например, или еще кто, они ведь когда готовятся к какому-то выступлению, они же как-то себе внутренне настраивают. В этот момент настраивания, вот я видел однажды, я сказал одному парню здесь, я говорю, ну пой. А я смотрю, он невольно кулак сжимает. Я говорю, а что ты кулак сжимаешь? Он говорит, ну я собираюсь. Я говорю, во, тебе упражнение домашнее. Перед каждым разом, перед тем, как ты пойдешь завтра петь, там, где ты поешь, ты дома несколько раз сознательно сжимай кулак, настраивайся, что ты пойдешь петь. Вот тебе упражнение. То есть организм сам выдает, что надо сделать при настройке, чтобы в образ войти. Прислушиваться к себе, и то, что организм выдает, усиливать. Усиливать. Если он его трясет, он начинает волнуваться перед выступлением, значит, надо потрястись. И так несколько раз. Но мы это потом, методическую часть, мы потом, мы сегодня как-то обозначил про экстаз. Внутренняя аптека. Эндорфины есть, все другие гормоны есть, выработанные инволюции. Нет. И когда человек входит в свою роль, они включаются вместо адреналинов, которые мобилизация, это бей, беги, оцепене, инстинкты самосохранения. А тут включается энтерфинная аптека. И поэтому, я сказал вначале, что экстаз похож на оргазм, так сказать. Потому что включается энтерфин. А это же есть опьянение. Экстаз – это опьянение, вот это произнес. Экстаз – опьянение. Может быть, я не в ту тему немножко, нет? Нет, ну вы говорите так же, как говорит Ницше, Фридрих. Ну, мы говорили о том, что есть разные механизмы. Кстати, есть же еще у музыкантов, артистов механизм катарсиса. Просто мы не можем сразу здесь обо всем говорить. Просто катарсис – это вот в одну сторону, экстаз – это в другую. Катарсис – это все-таки очищение. Ну, по переживанию – это что-то другое. Очищение – это и есть очищение. А исхождение из себя, да, вот, экстаз – это другое, да. Но оно ближе к религиозному переживанию. Но мы, опять же, здесь настаиваем, что этого достаточно в искусстве, чтобы не переходить к религиозным состояниям. А вот экстаз, экстаз. Вот ты в последний раз когда чувствуешь людей? Когда ты со студентом работаешь? Или когда тебе надо будет какую-то научную свою работу делать? Ты в каких моментах больше, так сказать, себя находишь, что тебе хорошо? Ну, это трудно сказать, вот так прямо взять, вспомнить. Ну, вообще-то все внезапно случается и совершенно не к делу. И, ну, как говорится, неожиданно. Да, и бывает, вот по улице идешь, что-то там из окна услышал, вдруг так прямо какие-то рдания вырываются. Да, или там какой-то мультик смотришь смешной, и это непонятно чего. Вот, или какой-то поступок. Ну, вообще, ну, время от времени оно накатывает, как говорится. Ну, я не могу сказать, что... Вот я могу прямо вот сейчас вспомнить. Я помню, в юности так было вообще почаще. И было... Вот, 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 интересно, интересно, интересно. Извини, я тебя перебил. Я сейчас сразу вспомнил. Я когда был молодой, совсем подростком. Да нет, я даже школьником был. Точно. Было, было лето. До зимы было далеко. А у меня вдруг вдохновение такое. Вдохновение. Я хожу по кухоньке и думаю, что же мне сейчас делать. Не знаю, что делать, но такой прилив энергии, таких сил, что я встал летом, зима далеко, а я нашел себе дело, стал коньки прикручивать к ботинкам. Ну, это же... Я вспоминаю это вдохновение. Да-да, у меня тоже как транс какой-то возникает. Вот это, видимо, у всех бывает, если кто-то вспомнит. Я помню, я когда маленький был, дедушка-то у меня трудяга был, он на заводе нефтеперегоном работал, но он все время трудился, а я был такой маленький, мечтательный такой, и вот я шел по улечке, там у дедушки улица Озерная, и думал, где бы взять гаечный ключ, и смотрю на столбах эти гайки, вот подкрутить их, подкрутить. То есть энергии столько, что ты... Я теперь не знаю, что первичная вообще идея, которая включает эту энергию, или вот эта энергия, которая включается у человека, это вдохновение рождает идеи. Если человек чем-то занят, наверное, она каким-то образом соединяется, идея. Но это очень интересное дело. Давай мы спросим, пусть комменты напишут нам, друзья, кто когда испытывал такие приливы вдохновения, зная, что делать предстоит, и не зная, что делать предстоит. Вот это интересно. Евгений, ты сегодня тему поднял. Я еще перебью. Ну вот студенты, когда рассказывают, ну, значит, традиционные моменты, волосы дыбом, мороз по коже, ну, говорит, мурашки побежали по коже, да, потом ком к горлу, да, и это ощущается то ли плач, но такой плач очень благостный, блаженный плач. Потом жжение вот здесь в груди, в районе солнечного сплетения, и жжение в районе живота. Потом еще бывает вот ощущение, что вот снизу вверх идет вот такая дрожь, и, ну, как током бьет, ну, приятным током, да, вот, эх, раз, еще раз, еще раз. Ну, вот это примерно вот основные моменты, которые традиционно рассказывают. Ну, слезы, конечно, потом вдруг переосмысление жизни, да, вдруг подум... И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не насти, как на сердце у нас, помните, да, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. Это под музыку Вивальди, вы помните, да. Вот, мне кажется, это классическое описание, когда в голове все сильно повернулось, и с одной стороны ясно, а с другой стороны ясно, что не ясно. Вот, но... Это был катарсис, это был катарсис, когда все стало ясно, нет, или что это было? Вот это состояние, когда в голове... Вот чем отличается экстаз от катарсиса? Ну, я так думаю, понимаете, это же темы не исследованные. Катарсис – это очищение, момент очищения. Кстати, нет единой трактовки, как это все работает, какие механизмы. Очень по-разному, для кого-то очищение, это после клизмы, значит, стало легче, или кто-то проплакался, вот это и очищение, да. Вот, или кто-то понял, о, вот. Поэтому давайте так, катарсис все-таки ближе к слову очищение. Это очень хорошо, что мы это начали рассматривать, это очень хорошо, потому что действительно эти понятия настолько расплывчатые, когда мы все вместе начинаем понимать, что же это такое, пытаться вспомнить, пытаться понять. Мы по существу, мы же науку человечности создаем. Вот в этом же вся суть, что мы все одинаковые, и все на самом деле это где-то испытывали, но даже себе не отдавали отчета, что когда читаем научный труд какой-то, когда кто-то пишет катарсис, что вот это и есть то, что я... Вот никто себя с этим не сопоставляет, обычно бывает. Я тоже никогда не понимал, что такое катарсис. А вот так вот обсуждаем и начинаем потихонечку сами понимать и формулировать. Ну, есть хороший рассказ о Генри. Что-то фараон и... Фараон и бродяга как-то так. А, хорал и фараон. Там тоже очень хорошо описывается. Вот бродяга ходит по городу и думает, как бы вот сделать так, чтобы меня на зиму взяли в тюрьму, потому что надо как-то перезимовать, а там, значит, кормить будут и все такое. Ну, и он там пошел, там нахамил, там нагрубил, там, и никто его не берет в тюрьму. И вдруг он подходит к ограде церкви, ну, и как бы так задержался, а там кто-то из музыкантов внутри играет Баха. И вдруг, значит, его, как говорится, как мои студенты говорят, проштырило. Вот, и он думает, господи, я же человек, я же веду скотский образ жизни, нужно опять устроиться на работу, нужно подружиться с моими бывшими друзьями, нужно приобрести опять человеческие облики, начать жить по-нормальному. И вот в этот момент сзади подходит полицейский и говорит, а, пошли, пожалуйста, пошли, я тебя сейчас в тюрьму посажу. Вот, ну вот, опять же, вот момент какой, катарсис или экстаз. Ну, я думаю, что мы оставим за пределами. А мы в следующий раз можем это продолжить, вот именно вот это вот обсуждение катарсис или экстаз. Есть авторитетное какое-то философское средневековое заявление, что, я помню, сейчас я не скажу точно авторов, я писал статью и вот эти вопросы поднимал. Такая точка зрения, что катарсис предшествует экстазу. Нужно сначала, ну, очистить душу или тело, или, в общем, что-то очистить в себе, да, свою личность очистить. И только после этого возможен экстаз. Это какая-то точка зрения какого-то философа. Я не знаю, я могу приложить свою статью, там где-то у меня есть подробный анализ. Ссылочку дай, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я сброшу. И почитали, да, чтобы все почитали. Но нас, всех артистов, интересует вот все-таки то, что вы скажете, вот механизмы. Я помню, как-то вы вот делали ручкой так хорошо. И я потом попробовал, да, действительно. Вот если вот так делать, то как-то... Ну, в смысле, найди красивое легкое движение. Да, да. Ты просто ты ищешь восьмерочкой. Руку отпустил, ее саму как бы болтается. Восьмерочкой, потом вот так ищи красивое движение. Ищи красивое движение. Вот я вообще начал делать, да? И вот делаю, делаю. И вдруг у меня тело начинает тоже помогать. И я вдруг начинаю чувствовать, что я могу и дирижировать сейчас. У меня идет, начинается... Это же как доминанты генерализируются во всем системе. Снимает, она конкурировать начинает с теми существующими доминантами. И те переживательные доминанты обесточиваются. А это доминанты гармонизации. Начинают распространяться. И все вот те вот доминанты, которые были психотравмические, или еще какие-то, начинают... Постепенно происходит целостное согласование. То есть те, которые выходили за рамки вот этой целостной организации нейронов, диссоциация была. А сейчас начинается организация. Синергия у них появляется. Простым движением. Я как-то в одном месте, там было много людей, я их всех попросил. Я говорю, а вы просто возьмите, начните искать легкое, приятное движение. Легкое такое движение. И думайте о своем, и ищите приятное. И сразу ползал у меня там как-то так-так. И как-то они расслабились, и потом все стали хлопать. А я говорю, что вы хлопаете? Слушайте, это так просто. Это так просто, да? Просто гармония. Гармония. Можно. Вы говорили как-то интересно, о нулевом состоянии. О том, что есть там такое состояние, такое бодрственное и нулевое состояние. И через нулевое состояние можно переходить то ли в одно, то ли в другое. Давайте, вот я не буду вас пересказывать. Расскажите для моих студентов и для тех, кто хочет, играя Моцарта, испытывать мурашки по коже. Пожалуйста, про нулевое состояние. Нулевое состояние мы часто испытываем непроизвольно, спонтанно. Например, между сном и бодрствованием. Когда мы из одного состояния, агрегатного, вот обычное состояние, там много конкурирующих доминант, и их конкуренция позволяет нам думать, о чем мы хотим. Потому что если будет только одна доминанта, она за нас все решения примет. Ну, влюбился, например, и все. О чем бы ты ни думал, тебе говорят чего-то, а ты не слышишь, а ты все время туда погружаешься, мечтаешь. Это одно доминанта. А когда много доминанта, или беда, это одна доминанта. Вот когда много доминанта, они конкурируют между собой, и дают тебе возможность выбирать, принимать решения, размышлять, моделировать будущее и так далее. А нулевой, а транс – это одна доминанта. Это вот когда ты или горя, или там сосредоточился на чем-то, влюбился там и так далее. А вот нулевое состояние промежуточное между бодрствованием, одним доминантным, монодоминантным состоянием транса, и состоянием сна. Это когда мы спим, быстрый сон, когда мы сновидим за минуту, можем все же увидеть, и глубоким сном биологическим, когда клетки организма, обмен веществ налаживается. То есть психологический сон, когда мы решаем там психологическим способом какие-то свои проблемы, разгрузка там, вот этот катарсиск происходит. И глубокий сон, когда мы восстанавливаемся биологически. Так вот нулевое состояние, это состояние между бодрствованием, между трансом, которое это одна доминанта, между сном и быстрым, и сном глубоким, между ними всеми, есть нулевое состояние, через которое они туда-сюда переходят. И мы все время, вот как зима, весна, лето, осень, все время находимся в нашей жизни спонтанно, мы находимся постоянно в этих вот изменениях. То мы в бодрствовании, когда можем решения принимать, то мы в трансе, когда мы зациклились, например, в ожидании негативного исхода ситуации, сердце ёпнуло, ой, вот сейчас что-то случится, зацикл, и в трансе это одна доминанта. А вот нулевое состояние. Нулевое состояние, это состояние эмоциональной отрешенности, это состояние созерцания, это состояние, когда мысли текут, а эмоции их не сопровождают. Это как две половины мозга как бы разблокировались функционально. Как бы, да? И вот ты сидишь, ну, например, музыку слушаешь и задумался, или смотришь шум бегущей волны на море, или от усталости загляделся, как в поезде едешь, в окошко березы проплывают, или девушка сидит, вяжет, и она задумалась. Вот это нулевое состояние, если его продолжить и углубить, уже и мыслей нету, то есть пусто. Сначала бывает состояние отрешенности, а углубление этого состояния, это состояние пустоты в голове. Так вот, эта пустота в голове, если вы ее сделаете сознательно, то это будет нирвана. А если эта пустота в голове возникает в деятельности, задействована в деятельности, это будет поток. Это и будет то состояние, которое дает экстаз. То есть все зависит от задачи, куда хотим мы это применить. А девочка на уроке уставшая загляделась в окошко и задумывалась, ей все ни почем. И там, кстати, в Одессе, я уже говорил, преподаватель был, который вел открытые уроки и всем другим преподавателям говорил, когда ребенок на уроке вот так задумался, обычно подходят преподаватели полбойму, Петров, ты где он? А оттуда выскакивает. Вот так, говорит, делать нельзя. Дайте детям восстановиться, дайте детям там свой баланс восстановить. У него все пятерочники были. Из Одессы преподаватель, да. Очень интересно. И вот так детям действительно нельзя. Мы всегда проходим вот эти состояния. Когда в деятельности оно возникает, это будет именно поток, когда мы покои это сами сознательно, осознанно делаем, это будет нирвана. Это же есть путь к этому, медитация. Потому что, когда человек делает какие-то мантры, повторяет там, или у нас мы делаем синхронизацию, вот волна такая, сидишь, отпустил мысли на самотек, и делаешь по зеленой зоне, как тебе нравится, вот как рукой вот так вот отпустил тело, и вдруг кто-то плакать начинает, а кто-то дремать начинает. У кого было исходное состояние, допустим, недоспавшие, он на этой волне начинает досыпать, несмотря на то, что перед этим за пять минут у него было горе какое-то. А он может вот так выйти, потому что организм требует восстановления, третий мозг требует. Вот сейчас я с Казани работаю, после этой трагедии, там тоже можно будет потом посмотреть на видео, ролики. Я там рассказываю эти вещи, это тоже интересно. И вот всем интересно будет, и Казань же тоже будет смотреть, потому что там же мы делали по инициативе организации пресс-службы президента Татарстана. И поэтому там много будет Казань. И наша беседа с тобой, Евгений, для них очень полезна, для всех. Потому что ты затронул такую глубокую тему, экстаз, состояние вдохновения. Это для того, чтобы каждый вдруг нашел себя. Нашел себя, и подумал, да у меня же так бывает. Просто люди не знают о том, что вот это нулевое состояние, оно не какое-то отдельное. Это то состояние, которое всегда у нас бывает, между сном и бодрствованием, когда мы занимаемся медитацией или еще чем-то, когда мы заслушались там, когда музыку, вот как ты сейчас сказал, о Генри, да, пример, когда... Вот именно, да. Я сейчас вспомнил с стихотворением Андерштама. Там же ритмы такие, ритмы такие, которые вызывают такое. Я не увижу больше знаменитых федры в старинном многоярусном театре при свете оплывающих свечей. Вот смотри, я это смог сделать, потому что только я до этого сделал вот это. И это меня помогло, помогло мне раскрепоститься, и я смог вот это произвести. Потому что, если бы я этого не сделал, ты бы мне просто сказал, прощи стихотворение, а я бы начал собираться, вот все на меня смотрят. А вот так вот раскрепостился и смог. Видишь, как интересно, да? Я думаю, что нам стоит поговорить в следующий раз о созерцательных состояниях, потому что, мне кажется, это интересная тема, и, ну, как говорится, раз мы уже собираемся не первый раз, то, наверное, должна быть, как говорится, анонс, да, о чем в следующий раз поговорить. Как раз мы на этом вот сейчас остановились, и, наверное, нужно останавливать нашу встречу, чтобы не все сразу... Евгения, ты не знаешь, хотя я тебе благодарен, потому что такие тонкие моменты я отмечаюсь. Вот давай мы всех пригласим в Zoom в следующий раз. Давайте, да. Все выйдут в Zoom, ты начнешь тему, все начнут участвовать, это будет очень интересно. Хорошо. И по результатам у всех будет катарсис. Катарсис, да. Это большой подарок, это большой... Вот ты мне сегодня подарок сделал. У меня настроение у меня поднялось, потому что я стал вспоминать детство в своем состоянии вдохновения, когда энергия через край, не знаешь, куда приложиться. Да, это же мы по существу инициацией занимаемся. Вот мы говорим о таких вещах, а люди подключаются и тоже вспоминают, у них тоже молодость возникает, энергия. Да, да, оказывается, мы все это можем делать, надо просто пользоваться такими простыми вещами и думать об этом. Давайте все вместе думать то, что Евгений предложил. Катарсис и вот это второе слово я забыл. Ну, экстаз, да. Там ему есть другие иступления, вдохновения. Ну, об этом много у Платона есть, у Ницше есть. Ну, опять же, искусство без этого вроде бы как не может жить. Хотя вот известно, что хороший фильм «Белое солнце пустыни», считается, что это вдохновенный шедевр. Но вот те, кто его сочинял, скажем так, я уже не помню, кто именно об этом читал. Он говорит, мы просто ходили на работу, мы приходили, репетировали, снимали, репетировали, снимали, было жарко, был творческий процесс, но какого-то чуда и предощущения шедевра не было. А потом, когда это все сделалось, вдруг выяснилось, что фильм классный. Вот поэтому, наверное, не всегда произведение делается вдохновительно. Но, да, более того, наверное, графоман пишет, ну, как Сальери говорит, что вот ночью работал и познал слезы вдохновения, а утром это все сжег, потому что барахло оказалось. Поэтому вопрос это все гораздо сложнее и тоньше. Но там, где искусство, там вдохновение. Там, где вдохновение, там искусство. И он сжег, а потом он в следующий раз сделал еще лучше. То есть мы должны рассматривать это в контексте всей жизни. Потому что истина в контексте. Если мы просто какое-то упражнение возьмем отдельно рассматривать, как его делать, как неправильно, как правильнее, надо это смотреть в контексте жизни, как это помогает. Даже штангисту, который штангу любит, поднимает штангу, оказывается, после этого сосредоточения наступает расслабление. И он все вопросы свои думает. Он лучше решает. Поэтому он штангу любит. Поэтому а с актерами мне очень интересно. Я тебе скажу, у тебя большой опыт в этом отношении. Ты бы в следующий раз еще сказал мне несколько слов. Мне было бы очень интересно услышать. вот человек, который играет героем, и человек, который играет поэта, и человек, который, ну так мы смотрим, ну это философ такой. Он на самом деле в жизни такой. Мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим. Хорошо. Спасибо тебе. Я очень рад нашим встречам. И я надеюсь, это будет не последний раз. Ну что ты, конечно, интересно. Вам огромное спасибо. И творческих успехов, как всегда. Спасибо, Евгений. Обнимаю. До встречи. До встречи.